Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, сегодня у меня в гостях Руслан Осипенко, эксперт-международник. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей, приветствую вас. Сегодня будем говорить о башнях Кремля, которые столкнулись, Песков, случайная жертва, и то еду, то не еду, про Путина, Турцию и зерновое соглашение. Об этом во всем мы поговорим сразу после того, как ответим на вопросы от наших зрителей. Напоминаю, таблицинтервью, короткие вопросы, короткие ответы, три вопроса от украинцев, три от россиян. И начинаем по традиции с россиян. Уже 15 атак беспилотников на Москву с начала мая. Где же наше ПВО, интересуется зритель из России? Ну, защищает Путина, где-то дачи Путина защищает. Очаг сибирской язвы нашли на рынке в Воронеже. Это настраивают укронацисты. Нет, это показывает упадок у них санитарной системы, как и падение, которое падает вместе с их империей. А мне, кстати, очень удивительно, почему до сих пор российские СМИ нас в этом не обвинили. Не, а я думаю, что какие-то обвинили. Мы же во всем там виноваты. Поэтому мы же вообще им угрожали нападением. То есть неядерная страна хотела прийти и, значит, отмутузить ядерную, которая там в 6-5 раз больше и армия, и ядерное оружие имеет. А мы вот такие негодяи готовились напасть на них из-под тяжка. Говорят, что Луна-25 не разбился, а его сбили американцы. Нет, это отрицательная победа России в космосе. Три вопроса от украинцев. Путин им постоянно врет, и они ему постоянно верят. Почему так? Это какая-то болезнь? Нет, у них взаимная любовь. Путин просто рупор российского народа, глубинного, так сказать. Он просто выражает то, что хочет сказать народ. Сколько должен стоить рубль, чтобы Путин привел страну к дефолту? Ну, она уже в дефолте. Он ее и так уже привел к дефолту полнейшему на пару поколений вперед. Видео Зеленского возле F-16. Намек Путину? Ну, генералам Путина так точно, как минимум. Это были вопросы от наших зрителей. Теперь давайте перейдем к темам, которые я озвучил в начале нашего интервью. Итак, башни Кремля столкнулись. Только мы узнаем, что ФСБ предлагает якобы Путину убрать такие Шойгу и Герасимова, тут же появляется сообщение, что Суровикина, то есть противоборствующую компанию, уже отстранили от должности. Это начались игры по-крупному, или это какие-то перетасовки, утасовки, или сначала уберут Суровикина, а потом скажут, ну, теперь Шойгу и Герасимов. Это как в пословице, это плохому танцору руки мешают, знаете, сделайте мне что-то с руками. Перестануки эти, они же ни к чему не ведут. Это показывает общий коллапс системы управления страной вообще, и в том числе армии. То есть армия же проигрывает на поле боя, ну, они вскармливают свое население, что они побеждают там на востоке, вообще Купинск возвращают, и скоро на Харьков. Значит, на самом деле им рвут этот коридор сухопутный, идет продвижение там сколько, 7 или 9 уже населенных пунктов захвачено, освобождено. Ну вот, поэтому вранье, полное вранье. Вся, вся, на пропаганде, вся страна стоит на пропаганде одна нога, и вранье вторая нога. Зачем тогда убирать Суровикина? Что это? Для чего? Это, ну, чтобы что-то оправдать, чтобы на него что-то свалить. Ну, народ крови просит. Народ просит крови. Почему проигрываем? Почему освободили Херсон? Почему ушли из-под Харькова? Суровикин же уходил из-под Херсона. Вот в Кремле башня кремлевская, значит, это самое, использует этот момент. А, вот он уходил, значит, потерял Херсон, но в своих политических целях, так сказать. Потому что Суровикин якобы замахнулся там до власть. Хотел там путь какой-то, поддержал путь, хотел власти получить. Ну, народ требовал крови. Ну, кого? Вот его, как агнеца, так сказать, на заклане отвели. Еще поменяют пару... Еще будет что-то плохо. Ну, поменяют там министра обороны. Шойгу и Герасимова там сменят. Его держат про запас. Это ж фигуры разменные на шахматной доске у Путина. Для Путина главное свою жизнь сохранить. Он готов отдать кого угодно, уничтожить там, ну, я не говорю про глубинные народы. Он их вообще там пачками мобилизации объявляет и в топку войны сбрасывает для того, чтобы купить себе время правления. Чтобы его лишь бы не трогали. Но когда дело доходит уже до ближнего окружения, он готов там утопить и Герасимова, и Шойгу. Вот готовимся. Товарищи пусть готовятся. Когда трудно станет на фронте, их снимут там для того, чтобы ответить на призыв глубинного российского народа. Все-таки снимут Шойгу и Герасимова, или Путин пока повременит, по вашему мнению? Ну, он пока повременит, пока не ухудшится. Я думаю, он подождет, когда сильно ухудшится обстановка, и тогда спишет эти фигуры. Он их морально уже списал. То есть для него это уже отработанный материал, как бы, но его же надо максимально использовать, этот отработанный материал. А максимально это вот, например, сухопутный коридор разорвут. Кого надо сделать виноватым? Военных, конечно. Вы же не удержали, армия никчемная. Все, руководство не такое. Значит, все. Или одного уберет, или двух сразу уберет. Я думаю, что по очереди будет убирать. Растягивать удовольствие, знаете, как... То есть Герасимов, сухопутный коридор, Шойгу, Крым, да? Шойгу, да. Донецк, Луганск, там Нового поставят, там Крым. Ну, там уже будет обвально, если отдадут, если разорвут сухопутный коридор и заберут Донецк, Луганск, это уже обвально они будут каскад насыпаться. Поэтому там уже без разницы, к чьей фамилии, кого назначать, ему кого снимать, там уже разницы нет. Сейчас он держит вот эти известные фамилии, которые разрекламированы, так сказать, распиаренные в России. Он их держит под какое-то событие проигрыша. А Путин не боится, что его самого Чикчирик, пока он тут наснимает всех? Ну, Чикчирик у него хватает там товарищей генералов, потом до политиков дойдет. Нет, потом олигархов начнет. Вот народ же хочет очень, помните, как плескал народ, когда на Рублеку полетели дроны. В Кремле это понимают, что есть большой разрыв между богатыми и бедными. Они это тоже используют. Значит, будет выдергивать из следующего сообщества вот этих олигархов, там найдут на заклане какую-то овцу, вот, и зарежут прилюдно, чтобы народу дать крови, который народ просит. У него много таких персонажей, он будет их резать, пока не останется один. Он готов всех зарезать для того, чтобы сохранить свою жизнь и власть. А в чем их обвинят? Там найдут. Был бы человек, знаете, у них по принципу как 1937 года. Был бы человек, а статья найдется. Давайте о Пескове. Случайная жертва, говорят, или намеренно тоже убирают от власти. Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, он не дает брифингов и не появляется на публике уже третью неделю. Это говорят вот даже российские СМИ. Наказан после интервью о выборах, там где он ляпнул про то, что у них выборы не особо-то демократичные? Или есть ли какая-то другая причина? Ну, я думаю, что он психологически выгорел просто. Он же, пресс-секретарь, как правило, очень приближен к центрам принятия вот этих решений, там на обсуждениях этих часто присутствует, для того, чтобы понимать, как это, какую информацию нести в массы, какие акценты расставлять. Поэтому я думаю, что он выгорел очень сильно и сломался. Он понимает, что война неправедная, что война проиграна. Поэтому, я думаю, по формальным признакам найдут причину, что сказал не то, что-то выскочило, и будут его, возможно, тоже будут отодвигать. А может, Песков сам понимает, что сейчас время помолчать, потому что начинается какая-то борьба, в которой могут полететь головы, и в это время нужно просто находиться чуть-чуть подальше и быть чуть-чуть потише? Да, это может быть показателем того, что он, как человек разумный, просто хочет держаться вдалеке. Как многие, кстати, пропагандисты, которые перестали быть такими кровожадными, как они были вначале. Помните, там сначала было наших детей топить, жечь, топить и так далее, конституцию вашу будем на Крещатике жечь. Сейчас они более аккуратные в выражениях, потому что они понимают, что за эти выражения придется отвечать. Все-таки создается вот этот трибунал, там уже под 40 стран подписали и решили, что все-таки Россия должна ответить за свои злодеяния. Поэтому они же понимают, что ответственность раньше или позже за эти злодеяния, она наступит. А то, что все они отвечают, это все ложится в копилочку каждому в его карму. Если Песков не появится еще неделю, что это может означать? Может собрался убегать уже из России, понял, что будущего у этой страны нет. А он сможет убежать, кстати? Вот Песков, он же что? Он пресс-секретарь, что заставляли, то и делал. Вот это будет сильный удар Путину, потому что это очень приближенная персона, пресс-секретарь это фактически голос Путина. Я же говорю, он очень приближен к центрам принятия решений, он знал все про войну, как она начиналась, как готовилась. То есть человек очень много знает, очень много знает. И если он убежит за границу, ну это будет серьезный удар такой, я бы сказал, трещина в фундаменте вообще башни, основной кремлевской башни. Если он убежит. Если он уже убежит, он же будет что-то менять на свою свободу и на свою безопасность, чтобы его накрыли зонтиком безопасности. А что он может променять? Ну деньги на Западе никого не интересуют. На Западе интересуют слабые места и информация о Путине. Вот это он все и там и сольет. Поэтому побег такой фигуры, как Песко, конечно, серьезно подорвет основы вот этого режима. Давайте на следующую тему. То еду, то не еду. Путин передумал ехать в Турцию. Чего-то и ожидалось, да? Поэтому Эрдоган должен, ну вроде как, сам приедет в Россию. Видимо, Эрдогану что-то очень нужно или он что-то очень важное будет выторговывать у Путина. О чем будет эти речь? На самом деле, когда только анонсировали визит Путина в Турцию, я сказал, что 50 на 50. Но вообще склоняюсь к тому, что я сомневаюсь, что он туда поедет. Почему? Потому что Путин ехал со слабыми переговорными позициями. Фактически Эрдоган вызывал его на ковер, если можно так сказать. Почему? Потому что Путин нанес два удара ему серьезных с этой зерновой сделкой, вышел из зерновой сделки. А основной выгодополучатель был Эрдоган, как раз там по зерну он его покупал со скидкой, делал муку, продавал там по всему мусульманскому миру и как-то выравнивал свою социально-политическую ситуацию, которая ухудшалась. Там лира падала и так далее. То есть проблемы были. А Путин ему такой удар под дых экономический нанес один, а потом второй с вот этим газовым хабом. Помните, когда он обещал, что газ пойдет через Турцию, Турция станет таким газовым хабом для Южной Европы. А потом он сказал, что нет, будем виртуально торговать, электронную площадку какую-то создадим у вас и как-то будем виртуально торговать. Но у Эрдогана в это время козырей на руках было намного больше. Путин зависит от него по многим вещам. Например, даже обход вот этих санкций, что Турция помогает ему обходить эти санкции, дает ему возможность воздушного сообщения, дает возможность прохода кораблей к группировкам, которые в Сирии стоят. Контролирует вход и выход на дверях в Черном море фактически стоит. Вывозит нефть, зерно и все остальное, то, что Путин вывозит. Плюс Кавказ. В 2025 году у миротворцев заканчиваются мандаты и Россия вообще физически должна покинуть Кавказ. И там просто свой флаг поставит Турция. Центральная Азия, то есть Ливия, Сирия. Ну то есть у Эрдогана козырей на руках намного больше, чем у Путина. Плюс Крым. Эрдоган, я думаю, что он даже не за экономические вопросы будет торговаться, он будет торговаться за политические вопросы, такие как Крым. Например, вариант, когда будет освобождена территория Украины до Крыма и подойдут войска украинские к Крыму, чтобы не воевать в Крыму, ну будет предложение, как один из вариантов, например, взять Крым там на 10 лет под международный контроль для того, чтобы уладить все мирным путем, уладить все там противоречия по Крыму, а потом его передать как бы Украине, чтобы россияне успели уехать, вывести деньги свои, имущество, активы там и так далее. И вот в этом варианте Турция, я думаю, что она хочет видеть свою ключевую роль, потому что татарские диаспоры, они же связаны Крым и Турция, в Турции большая диаспора, плюс исторически Крым как бы был в союзе с империей испанской. Поэтому я думаю, что Путин вот этого больше боится, а это жемчужина для Путина, это жемчужина, он там чуть ли не молится на этот Крым, значит, это символ возрождения России или как там, ну его там уже во все символы превратили. То есть поэтому Путину как бы не хотелось ехать и держать ответ перед Эрдоганом. Но Эрдоган еще и тот парень, понимаете, если к нему не едут, он сам поедет разбираться туда к Путину, поэтому там разговор будет такой, знаете, я не думаю, что там очень приятный. Хотя на камере они будут обниматься там и улыбаться друг к другу, но разговор будет жесткий, я думаю. Если Путин не согласится, что предпримет Эрдоган? О, я сказал, у него там рычагов давления очень много. Он ему просто не даст завозить, не даст, например, ту же технику, например, из Сирии, как они тащили из той группировки сюда в Черное море, военную технику, там, продовольствие и так далее. Потом обходить санкции. Он просто перекроет поток, который идет через Турцию, товаров для поддержки потенциала России. Там на Кавказе нажмет ему на глаз. У него очень много, очень много возможностей, где поджать национальные интересы России. Путину придется согласиться на что-то. Как это подастся, что вот мы опять там, ну, опять входить в зерновую сделку, но это же не по-пацански. Ну да. Но у них пропаганда, понимаете, для них главное, ну, не быть, а казаться. Они же по другому принципу живут. У них, они-то и войну начинали, потому что так раздули уже щеки, сами себя накачали этой пропагандой, что они вторая армия в мире и вообще непобедимая, там НАТО вообще сметут, в океан выкинут, а с Украины они вообще не воюют, потому что что там с ней воевать. Боевые точки там, как говорила Симонян, там огневые точки подавил, три дня и мы в Киеве. В общем, это же вот это вот, иллюзия. Они живут в иллюзии. Поэтому обыграют. Я думаю, что пропаганда как-нибудь обыграют. Они даже если ушли бы с Крыма, они бы обыграли и сказали, что разрушили всю инфраструктуру, демилитаризировали и деноцифицировали. Нацисты все погибли на войне. Все, мы победили. То есть они бы нашли акценты, как сказать, это все преподнести, для того, чтобы глубинный народ это все съел и сказал, да, мы победители, как всегда. То есть Путин всегда будет победителем. Хотя он Китаю земли раздает, отдал уже на 50 лет. Острова по реке, берега отдал вместе с селами и с проживающими в этих селах. Об этом же никто не говорит. Они везде победители. У них везде, значит, все хорошо. Давайте поговорим об ООН, который, возможно, не станет больше в таком формате, в котором она есть. Можно сказать, что сейчас ООН вот прямо играет на руку России чуть ли не в открытую? Зависит от того, какие решения принимает ООН. Да, совершенно верно. Можно так сказать, что она сейчас на стороне России. Попытаюсь объяснить ход моих мыслей. Первый момент. Россия один из основателей ООН, член Совета безопасности. Он очень важный один из пяти постоянных членов Совета безопасности. И она выступает против реформ ООН, которая не справилась со своей задачей для того, чтобы предотвратить большую войну в Европе или где-либо. Предотвратить или урегулировать. Ну, сначала, по-хорошему, она должна была не допустить эту войну. Если война началась, она должна была урегулировать эту войну или уменьшить вот эти гуманитарные последствия, там, помогать людям во время кризиса и так далее, и так далее. Ни с одной из задач она не справилась. Об этом говорит Украина, которая занимает, конечно же, не такую позицию серьезную, как Россия в ООН, но тоже является членом ООН. И говорит о том, что организацию надо реформировать. Мы фактически выступаем таким лакмусовой бумажкой, показываем слабость этой организации и требуем, чтобы она реформировала. То есть мы являемся раздражителем для чиновников в ООН, а Россия является для них хранителем их статус-кво и положения. Поэтому к нам ООН как бы не очень относится. Вот по Москве там что-то ударили, они сразу заявление. Мы не хотели бы, чтобы повторялись такие атаки по ООН. Понимаете, Мариуполь, там есть 100 тысяч людей уничтожили, которые прятались в подвалах, в пыль там стерли города. Десятки стреляют по громтеатрам, по храмам. ООН ничего не заявляет. Как только стрельнули беспилотником, там, 5 килограмм взрывчатки, два окна выбили, уже ООН, значит, появилась на сцене и заявляет, надо защитить. Как это? Не надо эскалировать конфликт. Что же вы по Москве стреляете? Москва убивает, значит, украинцев это нормально, а если прилетело и два окна выбило в Москве, это уже плохо. Вот вам отношение ООН или ее организации. Красный Крест, посмотрите, куда он вывозил этих самых с оккупированных территорий. Он вывозил на территорию России. Не давали прохода на территорию Украины украинским гражданам, а вывозили их на территорию России. И там были разбиты лагеря Красного Креста. Вот как работает Красный Крест. То есть, примеров масса. Поэтому, да, мы неудобны для ООН. А Россия, значит, нахмурив брови, говорит, что нет, эта организация серьезная. Вот косметический ремонт под белим под красим, и все, она будет работать как следует. Для нее это же важно. Она блокирует там, у нее право вето. Она имеет право там заблокировать любую инициативу от любых других членов. Поэтому, конечно, ей выгодно сохранять этот статус-ку. Ну, нам не выгодно, потому что у нас люди умирают. А организация ничего не делает. Да, кроме России, кому еще нужна ООН? Ну, по большому счету, всем нужна такая организация, где можно унифицировать интересы всех стран. То есть, привести к общему знаменателю, чтобы были какие-то общие правила, понятные, прозрачные для всех. Она всем нужна. Но не такая, знаете, забюрократизированная, когда один вопрос там по два года обсуждают, уже войны заканчиваются, а они обсуждают, значит, как урегулировать ту или иную войну. То есть, эта организация не работающая. Она нужна, но она должна стать более эффективной, более такой, более работающей, практичной, так сказать. Украина может инициировать, вот после победы, распуск этой организации? Есть ли такая возможность у такой страны, как Украина? Нет, мы распуск ее, конечно, не можем инициировать. Мы можем об этом даже заявить, так сказать, это ухудшит только нашу позицию. Но мы должны понимать, что распуск такой организации принимается или на Генеральной Ассамблее всеми членами. Или такое решение могут инициировать постоянные члены Совета Безопасности там по какой-то причине. Но я не думаю, что они, не создав новую структуру, которая могла бы решать эти задачи глобальные, они захотят уничтожить старую структуру, в которой уже, знаете, очень много наработок. Очень много хороших должностей, хорошо оплачиваемых в секретариате для многих стран. Поэтому навряд ли они будут эту убивать структуру. Она умрет сама собой, когда произойдет большая война мировая. Вот такие организации, они создаются по результатам мировых войн. То есть как раз мировая война приводит к общему знаменателю, к пониманию, что надо положить конец этим войнам, а для этого нужны правила. И вот тогда создается организация со своими правилами. Посмотрите, вот Лига Наций была там по результатам фактически Первой мировой, по результатам Второй мировой ООН мы получили, по результатам, если человечество выживет, Третьей мировой. Значит, будет еще какая-то организация, которая скажет, ну все, воевать нельзя, потому что мы вообще умрем или планету приведем к концу времен. Вот, к сожалению. А сейчас она может быть, ну слегка там, знаете, подмодернизирована, реконструирована, там подкрашена, подбелена, как того хочет Россия. Без войны вообще никак не изменить организацию объединенных наций в ту, которая будет иметь реальный вес и не зависеть, условно говоря, от одного какого-то товарища? Нет, абсолютно. Это просто превращается в говорильню дипломатическую. Если у вас не подкреплено силовой компонентой, вот как было в начале там на Корейском полуострове, помните, когда ООН дал разрешение контингенту ООН остановить войну на Корейском полуострове. И тогда Соединенные Штаты плюс коалиция там нескольких стран, они начали войну для того, чтобы усмирить агрессора Северную Корею, как бы были отброшены, а не назад там и так далее. Если у вас нету этой силовой компоненты, то ваши слова ничего не весят. Они взвешены и они ничего не весят абсолютно. Поэтому все могут прислушиваться, даже там какие-то грозные решения может принимать ООН. Ну посмотрите, вот резолюции уже сколько там, две по Украине, что Россия должна вывести войска с территории Украины и признавать территориальную целостность и суверенитет Украины. Ну и что войска вышли, послушалась Россия. Они бред несут про комары, про птиц, которые славянское население хотят заражать и хотели уничтожать славянское население. То есть бредни какие-то несут там. Но по сути ничего же не меняется. Войска как были на территории, ну оккупировали территорию Украины, так они там и остаются. Хотя решение ООН принимает. Давайте ответим на второй блиц от наших зрителей. Напоминаю, что здесь нужно продолжить фразу. И вот первая фраза такая. Раскол в Кремле, наличие раскола в Кремле подтверждает тот факт, что продолжат и развить эти фразы. Ну то, что с моей точки зрения, что начинают затихать пропагандисты, они понимают, что у них уже нет единого фронта за спиной. Это же рупоры вот этих кремлевских башен. Они очень четко чувствуют настроение. И если настроения там не совсем такие боевые, как были в начале, то это говорит о том, что есть раскол, есть сомневающиеся, есть которые говорят вообще, что надо закончить эту войну, потому что это была ошибкой. Поэтому для меня они как показатель, такая лакмусовая бумажка. Насколько раскол сильно раскален? Нет, он не сильно раскален на самом деле. Почему? Потому что там персоналистский режим, плюс с элементами такого воровского режима, когда замазаны все кровью. Для меня вот показательно было, когда они проводили РНБО, там на камеры мы все удивлялись, для чего это надо, что они там поддерживают ДНР, ЛНР. Помните? А это же было просто их втянуть, замазать кровью, чтобы каждый лично в кадре побывал и сказал свое мнение. Поэтому, ну как им, как сильный раскол? Они понимают, что если эта лодка начнет тонуть, то они утонут вместе с Путиным. Они пойдут на скамью подсудимых вместе с Путиным. Поэтому, да, они недовольны тем, что ему не удалось реализовать свой план, что он завел страну в тупик. Но как бы сильно там что-то накалять или против него что-то делать, они ничего не будут. Они считают, по идее, стратегически задумка была правильная, вернуть как бы Украину, но исполнено тактически плохо. И просто найдут громадводы, как я говорил, в виде Шойгу или Герасимова, что военные. Военным не удалось реализовать гениальный план, значит, Цезаря. Великого и неповторимого, да? Великого многоходовочника, Цезаря, значит, не удалось. Вот они военные, бестолковые, там не смогли реализовать. Поэтому их в шрот. Путина решат устранить, если? Путина решат устранить, если он потянется к красной кнопке. Если он будет понимать, что он исчерпал весь набор возможностей, который у него был, и у него осталось только ядерное оружие, он может тогда потянуться и к ядерному оружию. Потому что будет считать, что это лучше, чем его привезут в Гаагу. И, значит, под камерами будут там судить, и где-то он как в тюрьме там умрет случайно, там от какого-то ужина, значит, непонятного. Поэтому вот тогда, когда увидят, что все, человек уже потерял вообще какие-то рамки, его могут просто физически устранить, чтобы он этого не сделал. Кремль ошибочно надеется в этой войне на? Кремль все так же базирует или строит свою стратегию на иллюзиях. То есть они в плену остаются своих иллюзий. Что у них великая армия, что у них великая страна, что у них великий потенциал, что народ поддерживает своего правителя. То есть все иллюзии, что ни возьмите, в любой сфере, там, начиная от духовной, заканчивая физической армией. Это все необоснованные иллюзии. И вот пока они не избавятся от иллюзий, они будут проигрывать. У Путина есть ли причина бояться выборов? И эта причина? Это причина проигрыш на украинском ТВД. Расшифруйте, пожалуйста. Вот если будет удачным движение украинской армии к Азовскому морю, разорвут вот этот сухопутный коридор, а это единственное достижение. То есть ранее они оккупировали Крым и ЛНР, ДНР. Единственное достижение это было завоевание, что благодаря предательству некоторых украинцев им удалось без боя занять большие территории на юге. Запорожскую и часть Запорожской, часть Запорожской и часть Херсонской областей. Если же они лишаются этого приза, тогда смысл было уничтожать больше 250 тысяч россиян. Просто сжечь в топке войны. Если вы ничего не получили, вернулись через полтора там года на те же позиции. Это большой проигрыш. Накануне выборов, ну, такое не простят. Это Акела промахнулся. Если Навальный завтра выйдет из тюрьмы, то? Будет бороться за власть. И получится ли? Не уверен. Не уверен. Я думаю, что старые элиты постараются найти какую-то компромиссную фигуру или коллективную фигуру сделать спасителей. Знаете, как они любят там ГКЧП какое-то там придумать. Вот мы спасаем Россию от того, чтобы она не расползлась. Вот этот переходный период будут править еще старые элиты. Но Навальный его выпустят. Вот. И он будет бороться бороться там с этими уже ГКЧП, с этими элитами. Может, через какое-то время, через лет 10, может, и придет к власти. Не уверен, что он сейчас в это смутное время его там народ приведет к власти. Народ крови хочет. По опросам, по вот этим всем открытым источникам, то, что я вижу, народ хочет довоевать, народ хочет успехов, народ хочет крови украинцев. Вот. Ну, а когда у вас этих успехов не будет, народ будет обозленный. Ну, как либерала приводить к власти? Это надо переосмыслить. Первое, пройти через переосмысление, что ты был неправ, что система, которую построил Путин, персоналистская, она не работает, что надо выстраивать другую систему, где человеческие ценности будут в центре этой системы. То есть это большой-большой путь переосмысления. Быстро его там за год, за два, ну, как бы не пройти. Поэтому я говорю, что А Навальный представляет как бы людей, которые другую модель будут предлагать строительство России, чтобы она была более сильной, где права человека уважают. Он сам посидел в тюрьме, вот, поэтому он представляет другую модель. Но к этой модели от сегодняшнего дня до той модели еще очень-очень большой путь. Поэтому навряд ли он сможет прийти к власти сразу же. Руслан, большое спасибо за сегодняшнее интервью. Очень интересная аналитика. Хорошего вам дня и ждем победы Украины. Продолжение следует...